Галина Павловна Стефанюк, 18-летней девчонкой, участвовала в обороне Ленинграда. На своем посту, защищая родной город и его жителей, она стояла все 900 блокадных дней. Всю блокаду я была в Ленинграде, дежурила на крышах, на крышах бомбы зажигательные. Когда кидали самолеты фашистские, мы должны были их сбрасывать, ловить, вытаскивать, сбрасывать на землю, чтобы не было пожара. Сегодня в свои 93 года Галина Павловна все та же патриотка и активистка. С Георгием Павловичем Гордиенко, участником обороны за Сталинград, они участвуют в художественной самодеятельности и проводят воспитательную работу в школах. О тяготах войны и о том, как дети блокадного Ленинграда продолжали учиться в осажденном городе, подрастающему поколению рассказывает и Евгения Александровна Игнатова. В блокадном Ленинграде она провела самую суровую зиму с 41 по 42 год. Было ей 8 лет, но все эти жуткие кадры забыть не может. Помнит студень из столярного клея, горящий в печи мебели паркет, походы за водой из канализационного люка и те самые бадаевские склады с горящими запасами продовольствия. Там был сахар, масло, конечно, крупы. И зимой, когда выпал снег, люди отдирали этот снег, чтобы он был сладкий. Из родного Ленинграда Евгения Александровна уехала в 1960 году. В Сочи ее направили по работе. Ведущим сотрудником в научно-исследовательском институте цветоводства и субтропических культур она работает и по сей день. Ведет тему насекомых-вредителей. Десятки лет эти люди считают Сочи родным городом, но и Ленинград остается их домом, где они мечтают провести следующую памятную дату. Ассоциация блокадников Ленинграда планирует организовать маршрут по блокадному кольцу.